День рождения Церкви Христовой Традиции на Троицу Церкви украшают березовыми ветвями, а на пол стелют скошенную траву. Этому обучию много сотен лет и несколько вариантов объяснений ему, главная из которых – Троица, первый праздник климатического лета. В России неделя после Троицы пора заготовки банных березовых и дубовых веников – символа здоровья телесного и духовного. День рождения Церкви Христовой Как гласит Святое Писание, после вознесения Спасителя с Иллионской горы, его ученики вернулись в Иерусалим и через 10 дней наступил праздник Пятидесятницы. Вместе с апостолами была и Пресвятая Богородица. Находились они в так называемой Сионской горнице, где в свое время Христос совершил последнюю тайную вечерю. Вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. С неба начали спускаться разделяющиеся языки пламени, по одному на каждого из апостолов. Это был Святой Дух. Он вселился в учеников Христовых и даровал им возможность проповедовать Слово Божье на всех языках мира. Чтобы они шли и благовествовали народу, народу Божьему, то уверовать, как сказано сегодняшний момент, то спасеться. Ибо великое дело, которое Господь нам заповедовал, веровать в то, что Господь наш Иисус Христос пришел в мир. Поэтому вот эта вера нас и должна спасать. Поэтому каждый из нас верует в это, должен подвязаться за это. По древней традиции, сразу после праздничной литургии в православных храмах служатся вечерние коленопреклонения. Больше часа, периодически вставая на колени, верующие молились Господу, тем самым показывая создателю свое особое почитание. Господи, Иисусе Христос Божьего, мир Твой подавай человеком, ищи и сам, иди и знамеси, пресвятаго Духа дам. Увы, но в этом году из-за пандемии коронавируса пришлось повсеместно отказаться от совместной праздничной трапезы, которая по традиции проводится прямо в храмах. Но верующим никто не может помешать отпраздновать троицу в семейном кругу дома после молитвы. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышевской епархии, специально для Уллправда ТВ.